Такой низкой ставки еще не было. Кредит в Альфа-банке от 4,5%. Получите деньги уже сегодня. В 2021 году в Спотифай Алена разорвала всех. У нее больше 500 тысяч слушателей в месяц. Она обошла Билли Айлиш, Арену Гранде, Зиверт и других популярных артистов. Вот так, ребят. Что такое укулеле? Что такое укулеле? Это такая... Опаньки. Можешь сказать фигнюшка, иначе мы тебя уже вырезаем. Всем привет. Здрасте. Укулеле это такой музыкальный инструмент, который состоит из четырех... Замечательно. Очень хорошо. Оно очень маленькое, я подбирала под свой рост, собственно. А почему у вас две укулеле? Потому что я принесла их в подарок и на выбор. А это подарок? Да, это для вас. Это настроение розовое пони, барби гелл. Я знаю, кому это. И второе... Ой. Ой. Второе какое? И второе настроение, это девочка немного год. Отдай. Ну, в принципе, я не первый раз держу что-то такого размера в руках. Слышишь, насколько это маленькое? Вы слышишь, если бы Киркоров такую штуку взял в руки? Киркоров и не такие штуки, правда. Согласен. Киркоров же огромное, я клянусь. Я однажды видел, как он курил тонкие сигареты, казалось, просто целует пальцы. Человек все. А ты можешь что-то там сыграть? А я тебе даже подзвучить и сработаю. Я вам скажу, как. Давай. А, у тебя еще какая-то... А сколько же у тебя ухуле? И... Ты не могла перед передачей настроиться? В такси. Я настроилась, но эта фигня немножко меня не слушает. Давно так никто передо мной не нагибался. А что, я такая. Мне вот уже вообще-то 21, а не 15. А я не такой. Лисан, я люблю тебя. Смотри, тут сбоку. Браво! Просто это мой менеджер, она очень хочет найти мужа. А, да? У нас есть... А я такой. Полдома не хотите? Ну ладно, давайте. Итак, Алена Шевец, встречайте. А здесь... Зачем мне все это? Сбежали на край света. Вся в цветах весенних. Это я, твоя Герда. Летела по ветру. Не дождалась до лета. Тай не узнает. Ведь это я, твоя Герда. Я, твоя Герда. Я, твоя Герда. Не расходиться, она сейчас закончится. Я, твоя Герда. А я, твоя Герда. А вот зимой у тебя был тур. Королева Отстоя назывался. По 40 городам России. Почему? Тур Королева Отстоя. Один вопрос. Зачем ты крадешь название у Бузовой? Ну, это же самоирония, знаете, постирония, как бы. Сколько стоит твой концерт, чтобы мы умножили и поняли, что 1600 за тур мало? Давай, скажи, сколько стоит наш концерт? Сидит. Коммерческая тайна. И бутылка шампанского. А это кто такая, извините? Это та, которая мужа ищет. Да? Здравствуйте. Вы кто? Здравствуйте. Вас как зовут? Татьяна. А вы откуда? Кто вы? Я менеджер Алены. Да? А вы выглядите, как будто вы сейчас начнете погоду рассказывать. Новосибирске 26. Омске 22. Грозовые облака со стороны Дагестана. Послушайте, а как вот вы такие две сошлись? Вы такая вся, добрый вечер, достаем учебники. И эта такая, учиться не буду. Укулеле, ё-моё. Как вы дошли другую? Она стесняется, на самом деле. Верни ей микрофон. Верни микрофон. Это же ты такая, на самом деле. Ну, может быть, не знаю. Ой. 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 Уговаривайте меня вызвать. Дагестана здесь класса. Как вас зовут? Татьяна. Так и спрашиваю. Я уже спрашиваю. Ладно, давайте перешутим. Как вас зовут? Татьяна, каким образом вы оказались менеджером Алены? Как вы сошлись? Где вы схлестнулись? Где этот стрип-клуб? Написала на почту. Давай работать, она говорит. Давай. Я просто до этого с другими артистами работала. С какими? С крем-содой. Кто это? Лимонад продавала, елки. Я понял. Хорошо. Работала с крем-содой. В мосторге. Чем Алена лучше крем-соды? Ты видел, как она замешкалась? Я думал, она сейчас уйдет от вопросов. В Новосибирске плюс 20. Тем не менее. Так, а вы ищете мужа, мы знаем. Вы ищете мужа для Алены? Или для себя? Или для кого? Вы ищете мужа? Роза Сибитова, отвечай. Для себя. С какими целями? Что вы с ним хотите делать? Коммерческая тайна. Коммерческая тайна – это не муж. Мы вас засмущали, да? Да нет. Впервые. Одно вопрос. Вы вас засмущали? Нет. Хотите, чтобы мы еще вам позадавали вопрос? А кто между вами Сибит? Я делаю музыку для Алениных песен. У нее же укулеле, а нафига ей музыка? Слушайте, вы какие-то классные, офигенные. У тебя обалденная музыка. У тебя офигенные фонограммы для нее. Ты че к ним пристал, а? Девчонки, вы офигенные. Мы вам аплодируем. Спасибо. Вы классные, правда. Алена. Браво. Я твой фанат. Твои фанеры, во. Найди ему, да. Такой низкой ставки еще не было. Кредит в Альфа-банке от 4,5%. Получите деньги уже сегодня. У нас в гостях певица и исполнительница песни «Солнце Монако», клип, на который набрал менее чем за год 150 миллионов просмотров Люся Щеботина. Люся, привет. Большинство своих песен слова и музыка Люся написала сама. Молодец. Спасибо. А слова песни «Джун Сонг» написала представитель МИД Мария Захарова. Ого. Офигеться. А можешь спеть, пожалуйста? Да. Давай, давай, под аплодисменты. Опа. АПЛОДИСМЕНТЫ Класс. Класс. Да, вот такая талантливая у нас. Класс. Министерство иностранных дел Захарова. Я, я виновата. Хороший вопрос. Я виновата в этом. Ну вот скажи слово «Монако». Можешь сказать «Монако». Монако. А почему ты поешь «Монако»? Ну как-то... Монако. По Монако. Ну так, типа, прикольно. А почему не спеть «Монако»? Монако. Зачем не солнце? Монако. Так? Да. Люся периодически снимается в кино. Снималась в фильмах «Холоп», «Хочу замуж», «Честный развод». Ого, нифига себе. Никогда себе периодически. Нормально? Карьерка, а? Не у всех актеров такой послужной список, ребята. Так нет, а «Холоп» — это вообще самый успешный фильм российского проката. Да, несмотря на то, что ты там снялась, конечно. А ты еще принимала участие в каком-то индийском конкурсе. Да, делала я в Индустане. А что это такое, где певцы исполняют болливудские песни какие-то? Всего мира приезжают на этот конкурс, снимается это все в Болливуде и исполняют песни исключительно на хинди. То есть ты можешь петь песню на хинди? Да. А можно? Да, конечно. Давай. Это «Аль Джазира» на ТНТ. Круто! Сколько талантов у человека, а? А вообще, какие еще планы есть, куда поехать, что еще завоевать? Там, я не знаю, Пакистан, может быть? На самом деле, каких-то таких планов по миру нет, куда-то поехать. А в плане из новинок у меня сейчас вышел трек, называется «Плакал Голливуд». Он уже завоевывает чарты. Как называется? «Плакал Голливуд». «Плакал Голливуд». «Плакал Голливуд» «По тебе, обо мне». Все постоянно говорят, что счастье любит тишину. А я хочу, чтобы на нас, блядя, плакал Голливуд. И вот здесь «Плакал Голливуд», «Плакал Голливуд», «А тебе», «Обо мне». Я предлагаю нам сделать трио. Класс, я только «за». Я не могу участвовать в трио, я женат. Ладно, я позову кого-нибудь. Люсь Чеботина, ваши аплодисменты. Браво, браво. У нас в голосе группа. Группа. Браво Метехи, ребята. Ребят, привет. Вы у нас были недавно. И что нового, что происходит у вас? Много всего. Много всего нового? Нового, да. Ну что ж, это была группа «Браво Метехи». Спасибо. Намечательно, спасибо. Много всего нового. Что нового? Какая-то аудитория прибавилась у вас после камеди. Кто-то новенький, люди поднахлынули. На съесть аудитория. Но интересный факт в том, что после эфира камеди у нас прибавилась публика, о которой мы вообще не рассчитывали, вообще не думали, что она прибавится. Вот, например, мы на наши концерты и частные мероприятия поем вот такие песни. Какие? Какие? Давайте. В этот момент обязательно найдется человек, который остановит и кричит. Спойте агонию. Спойте слава Марлоу. Спойте агонию. Спойте славу Марлоу. Славу давай. Славу Марлоу. А ты мне нравишься. Краснейшка, ты злишься. Еще позвись, пожалуйста. Ты тогда же симпатичней. Ты говоришь, как агония. У меня агония. Это любовь, милея, это паранойя. Слава Марлоу. Слава Марлоу. Ты говоришь, как агония. Ты говоришь, как агония. У меня агония. Это любовь, милея, это паранойя. Ты говоришь, как агония. Класс, класс, класс. Сразу хочется вина и зарезать баранок. А еще что-то можете из такого, что мы вообще не ожидаем? Есть прекрасная песня Саши Ревы. Сашу Ревы? Для него есть прекрасная песня. Прекрасная песня у него есть? Очень романтичная. Я знаю, кто может на корпоратив позвать этих ребят, чтобы они спели Сашу Реву. Кто? Саша Ревы. Зачем? Чтобы послушать, как хорошо могут звучать его песни. Давайте послушаем Сашу Реву. Ай, как душевно, а? Алкоголичка, алкоголичка, счастье прогоняет, как спичка. Алкоголичка, алкоголичка, несмотря на милое лично, алкоголичка, алкоголичка. Все перернулось в ровничка. Алкоголичка, алкоголичка. Класс! Слушайте, а можно что-то просто в накат? Вот Люся Чеботина есть, можете ее песню исполнить? Солнце Монако можете спеть? Солнце Монако, для чего не Сандра Б? Если тебя, если тебя, если тебя рада мне. Солнце Монако, для чего не Сандра Б? Если тебя, если тебя рада мне. Солнце Монако, для чего не Сандра Б? Если тебя, если тебя рада мне. Солнце Монако, для чего не Сандра Б? Если тебя, если тебя рада мне. Не будет Сандра Б? Дор Savoит! Парни и красавцы, это все вам, все вам, все вам. Да, это вам, это вам. Люсь, а ты можешь петь по-грузински? Ты по-грузински можешь? Поехали. Гулам оспенели в зероди, садагарчами суликов. Что происходит? Это, это бы если было. Армяне, они все тут захватили. Спокойной, удачи. Класс. Е-е-е! Спасибо огромное, это было великолепное общение. Вы самые лучшие гости. Всем привет! Это не повторы. Че? Это не повторы. Че? Повторяю еще раз. Это не повторы. Хоть бы, хоть бы. Это совершенно новые. Да? Уникальные. Здесь теперь все другое. Только-только снятые. Наконец-то. И еще никогда не выходившие в эфир. Ты будешь лежать от счастья. Концерты. В воскресенье. В 9 вечера. У меня трусики светились. Премьера на ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!